Вопрос только, где они? Где эти самые длинные волосы в Нью-Йорке? В унитаз их не спустишь, по ветру не развеешь. Куда они делись? Где можно было их спрятать? Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анна Ханна. И сегодня я хотела бы поделиться с вами историей о девушке с обложки, у девушки с подиума, которая у меня лично ассоциируется в первую очередь с духами Нины Ритчи. И перед тем, как приступить к сегодняшнему подкасту, я решила сходить в магазин Сифора и купить эти духи. Так я себе планировала, набрызгаюсь щедро Ниной Ритчи и пойду домой пешком. Дорога длинная, и я буду идти вдыхать аромат, и в ушах у меня будут наушники, и я буду слушать рассказ о красивой молодой девушке, чья профессия называется таким заманчивым словом «модель», и представляет, что я в Нью-Йорке. Но нужных мне духов в магазине не оказалось, и услужливые, милые, симпатичные, хорошо накрашенные пани-консультантки любезно предлагали мне выбрать какой-нибудь другой аромат, поинтереснее, повкуснее, более современный. Но, как вы понимаете, мне нужны были именно эти духи. «Длячего?» — спрашивали пани-консультантки. «Почему?» — говорила я им. «Это очень длинная история, и это история Русланы Коршуновой. Слушайте». Русланы Корректор А.Кулакова Русланы Корректор А.Кулакова 2 июля 1987 года в городе Алма-Ате в семье Сергея Валентины Коршуновых родилась дочь. Девочки дали редкое имя — Руслана. Судя по всему, Сергей и Валентина очень любили именно это имя, потому что своего сына они тоже так назвали — Руслан. К сожалению, Сергей умер очень рано — в 1992 году, когда Руслане было всего 5 лет. Так Валентина, её мама, осталась одна с двумя детьми. В некоторых источниках место рождения Русланы указано не Алма-Ата, а Талдыкурган. Я знаю, что когда Руслана была ребёнком, Коршуновы жили в окрестностях Алматы в небольшом военном городке. Каждое утро всем троим приходилось очень рано вставать и ехать в город. Валентина там работала, а дети учились. «Отвожу Руслану в школу», — говорила Валентина, — «сама в офис, потом опять за ней. Рабочий день у меня ненормированный, и сидит Руслана вместе со мной до 8, до 10 вечера, а её сверстники гуляют, играют». Потом Валентина взяла на работе беспроцентную суду, и ей удалось купить двухкомнатную квартиру. Жить стало гораздо легче. Валентина почему-то никогда не стригла Руслану. Не все могут отрастить длинные здоровые волосы, а вот Руслане повезло. У неё были тяжёлые золотистые косы, блестящие, такие густые, почти до колен. Я вот ещё подумала, интересно, сколько они могут весить, и как такую массу на голове может удержать тонкая девичья шея. Когда Руслана шла в пятый класс, мама решила перевезти её в спецшколу, там, где углублённые изучают немецкий язык. Был ли у неё шанс понравиться одноклассникам? Скорее нет, чем да. Дети жестокие. Вот приходит 1 сентября такая новенькая, с такой большой немодной косой, 5 килограмм волос на голове. Конечно, она не похожа на других. Конечно, её стали дразнить. Дети жестоки. Кто ж такую полюбит? Руслана была стеснительной, вежливой, но закрытой. Подружек у неё было мало. Она интенсивно учила немецкий язык не только в школе, но ещё и в немецком центре. Этот же немецкий центр посещала и женщина по имени Ева Бехер, редактор журнала. Журнал «Бортовой». Казахские авиалинии Air Astana выпускали такой журнал, который, знаете, обычно кладут в задние кармашки сидений в самолёте, там, где инструкция, как вести себя в аварийной ситуации. Ева была очарована красотой Русланы, она просто не могла отвести от неё глаз. Ева когда-то сама хотела стать моделью, даже пробовала стать моделью. То есть в модельных стандартах она, можно сказать, разбиралась. И Ева Бехер уговорила Руслану сняться для её журнала. Руслана согласилась, и в журнале напечатали статью о языковом клубе в этом немецком центре, а в качестве иллюстрации дали фото Русланы. Почему-то её сняли в образе полуобнажённой амазонки на лошади. И вот когда журнал уже вышел, тиражом 5000 экземпляров, разгорелся жуткий скандал. Авиакомпании не понравились эти снимки, и они велели вырезать конфликтные фотографии из всего тиража. И даже не знаю, сколько понадобилось рук дней и ночей, чтобы ножничками аккуратненько вырезать Руслану из каждого из 5000 экземпляров. Но всё-таки несколько журналов нетронутыми попали в бизнес-класс. И однажды в этом бизнес-классе летела Дэбби Джонс. Дэбби Джонс — это рекрутер, раньше говорили рекрутер западного фэшн-агентства Models One. Задача рекрутера или скаута — искать свежие лица для модных брендов. И, конечно, Дэбби Джонс не могла не обратить внимания на лицо Русланы. Это был 2003 год. Дэбби нашла Руслану и подписала с ней контракт. Так началась звёздная модельная карьера русской Рапунцель Русланы Коршуновой. В этом месте логичен вопрос, а как же мама Русланы согласилась на это? Ведь девочка совсем ещё юная, у неё была такая романтическая душа, она стремилась получить образование. Но Ева Бехер убедила Валентину, что, работая на подиумах, Руслана очень быстро соберёт деньги, чтобы поступить в ВУЗ. И Валентина согласилась. Один из моих самых первых подкастов был у супругов Лошагиных из Екатеринбурга. Там была очень похожая, можно даже сказать, аналогичная ситуация с женой фотографа Лошагина Юлией. Ей тоже было очень мало лет, когда её пробовали завербовать на работу в Италию, на работу моделью. И мама Юлии запретила ей ехать. И, к сожалению, Юлия, оставшись на родине, на родине же и нашла свою смерть. Я помню, как я в этом подкасте спрашивала куда-то в воздух, а что, если бы мама позволила ей уехать? Глядишь, может быть, девушка осталась бы и жива. Но ответ на этот вопрос, наверное, даёт история Русланы, чья мама как раз разрешила дочке уехать. Впрочем, обо всём по порядку. Итак, Руслана успешно покоряет подиумы. Началось с Лондона, потом Милан, Париж, и, наконец, Америка. В 2005 году её назвали одним из главных открытий Нью-Йоркской недели моды. К 2008 году Коршунова приняла участие в рекламных компаниях Кинзо, Вера Вонг, Кристиан Диор и Нина Ричи. Её лицо появилось на обложках журналов Эль и Волг. Представляя новое лицо миру моды, журнал Волг опубликовал статью о Руслане. Там говорилось о сказочной и вневременной красоте девушки с кошачьими чертами. Но, безусловно, главная её фишка — волосы. Именно благодаря им она стала сенсацией мировых подиумов. Конечно, волосы такой длины сложно содержать и тяжело носить, но это то, что выделяет её из множества других. Издание New York Post сообщает, что девушка зарабатывала около 5000 долларов за один выход. Её приглашали пробоваться на роль главной героини в фильме «Парфюмер». Фотографы обожали Руслану за то, что она была очень податлива на перевоплощение, у неё был талант перевоплощения. Любой образ можно было создать, как холст. Нанеси любую краску, и она заиграет. Но всё же её главный прорыв, кульминация её модельной работы — это контракт с брендом Nina Ricci, когда Руслана стала лицом аромата «Нина», снялась в сказочной рекламе. Как можно описать аромат? Где взять такие средства, которые могут передать запах? Как создать такой видеоряд, который объяснит вообще о чём духи? И вот как это сделала фирма Nina Ricci. Молоденькая девушка с невообразимыми волосами, в белорозовом пышном платье, которое похоже на облако. Перед ней гора наливных красных яблок, и по этим яблокам она взбирается к волшебному дереву. А там бутылочка с духами, бутылочка в виде яблока. Это реклама на 20 секунд. Обычно рекламы духов длятся дольше, до одной минуты. Но это очень такая краткая, очень меткий саундтрек. И если бы у меня спросили, как одним словом выразить чувства, которые она у меня вызывает, я бы, безусловно, выбрала бы слово «свежесть». Вот как такой новенький белоснежный шкаф, в котором хранится сложенное в стопочку чистенькое постельное бельё. А за вымытым окном ветка цветущей яблони. Вот такая какая-то перламутровая эстетика, но без приторности. Даже глядя на неё, мне на мысли пришли строки из детства. По зеркальной глади вот лебедь белая плывёт. Хотя на самом деле она не плывёт. В ней какая-то вот пружина чувствуется. Вот не знаю, как в баскетболе вот это вот схватить мяч. То бишь не мяч, а яблоко. Вот это вот такое… Реклама духов Нина принесла Руслане невообразимую известность. Успех, да, безусловно, жирный, сочный успех, прям успешище. Но опыт говорит о том, что совершенство в одной области жизни неизбежно приводит к жертвам во многих других. Жизнь на чужбине — это всегда испытание. Даже если чужбина находится в центре мира, в Нью-Йорке. Нью-Йорк — это центр мира, а Манхэттен — это центр Нью-Йорка. И на Манхэттене снимает жильё девочка Руслана из Алматы. Вот помните, Вилли Токарев пел «Небоскрёба, небоскрёба», а я маленький такой, гимн всех эмигрантов. Почти каждая эмиграция — это шаг назад. Вот приезжают взрослые дяденьки и тётеньки, начинают новую жизнь. Как правило, какие-то унижения при этом испытывают, осваивают какие-то новые профессии, менее престижные. Как говорится, был министром, стал таксистом. Но ведь у Русланы всё совсем иначе. Знай себе, летай между Нью-Йорком и Парижем, знай, ходи себе по подиуму, примеряй наряды, подставляй лицо визажистам. Каждый выход — пять тысяч долларов. Но это ли не сказка? Это ли не гонорар мечты? Но мир моды только со стороны кажется похожим на сказку. Профессиональный век модели, как у балерины, очень короток. И строить карьеру приходится в бешеном темпе. По свидетельству коллег, Руслана была просто одержима работой, боялась потерять заработанные деньги. Вот только этих денег в полном объёме она никогда не получала. Агентство не выплачивало ей того, что положено. А большую часть того, что выплачивала, Руслана отправляла семье в Казахстан. Говорят, что западные агентства часто обманывают модели. Все переговоры касательно фотосъёмок, касательно показов на подиуме ведёт именно агентство. Модель получает ваучер на определённую сумму, а сумму договора точно никто не знает. Но так ли это было в случае Русланы, я сказать не могу. Но есть информация о том, что Руслана узнала, что от неё утаивают значительную часть её гонораров, и подала иск на сумму в полмиллиона долларов США, которую задолжало ей агентство. Если говорить о личной жизни Русланы Коршуновой, она у неё, безусловно, была. В свои 20 лет Руслана пережила несколько серьёзных романов с мужчинами. У неё был молодой человек по имени Артём, по фамилии Перчонок или Перченок. Не знаю, как правильно поставить ударение. Знаю только, что они некоторое время жили вместе, даже завели общего кота. Но когда в Нью-Йорк собиралась приехать мама Русланы, Валентина, молодые люди решили разъехаться, чтобы не смущать мам Русланы, а обратно они уже так и не съехались. Но, тем не менее, остались в приятельских, дружеских отношениях. А однажды Руслана прилетала в Москву, где влюбилась в мужчину, которого во всех источниках называют словом «магнат», как будто бы это его фамилия. Магнат — и никак иначе. Состоятельный бизнесмен российского происхождения. Причём говорят, что этот анонимный магнат очень красив. Вот бывает же богатый, влиятельный человек и при этом ещё и необыкновенно хорош собой. Знакомая Русланы по имени Люба, я так говорила о нём в интервью, девушки буквально падают к его ногам. Он был со многими моими подругами, все они бесподобны. Вот такое не очень внятное, как мне кажется, описание. И Руслана тоже упала к ногам этого загадочного человека. Её предупреждали, что влюбляться не стоит, но она была уверена, что всё по-настоящему. Несмотря на то, что она была очень молодая, можно сказать, юная, ей хотелось выйти замуж, родить детей, иметь домашний очаг. Когда этот таинственный магнат бросил Руслану, она всё равно продолжала писать ему СМСы, она вывешивала у себя на страничке стихи собственного сочинения о неразделённой любви, пока в конце концов ей однажды не позвонил персональный ассистент этого неотразимого человека и велел оставить своего босса в покое, не отвлекать его от его магнатских дел. Сердце Русланы было разбито. Как молодая женщина это перенесла? Болезненно, болезненно, а как иначе? И, что называется, на свежие дрожжи Руслана знакомится с неким Владимиром Воробьёвым. Это менеджер психологических курсов какого-то центра по личному развитию под названием «Роза мира». Своебразные курсы по улучшению жизни, наращиванию личности. Владимир уговаривает Руслану записаться на эти курсы, чтобы укрепить дух и наработать лидерские качества. У этого центра развития довольно мутная репутация, его называют «сектой». где людям якобы промывают мозги, ломают психику и доводят до депрессии. В деятельности этой «Розы мира» пытался разобраться один из близких знакомых Русланы, телережиссёр Питер Померанцев. Вот как он рассказывал, «Как я узнал на собраниях «Розы мира», нужно было рассказать о самом худшем, что было в жизни участников. Руслана с энтузиазмом рассказала о смерти отца, о своём неудачном романе. Она прилюдно плакала, надрывно смеялась. Три дня криков, восстановления подавленных воспоминаний, медитаций, танцев, слёз и экстаза. «Руслана ходила в «Розу мира» и одновременно сходила от любви к Владимиру Воробьёву, так, по крайней мере, утверждает сам Владимир Воробьёв. «Она была от меня без ума», — заявляет он. «Мы целовались под дождём, но серьёзных отношений между нами не было». Воробьёв отказал девушке во взаимности, якобы из-за того, что его сожительница на тот момент была от него беременна, а Воробьёв не мог позволить себе любовной интрижки. Так что Воробьёв согласился быть Руслане лишь другом. Как выглядит этот человек, мы не знаем. Своего лица он не показывает. Известно только, как звучит его голос. Это запись телефонного разговора с редактором программы Андрея Малахова. Так, несолоно хлебавши, Руслана вернулась в Нью-Йорк. Помогла ли ей окрепнуть духом Роза Мира? Скорее нет, чем да. После тренингов, по словам её знакомых, её поведение стало агрессивным. Девушка стала употреблять в речи нецензурные слова, чего раньше никогда не было. Она очень часто плакала, была не в настроении. И в это время в Нью-Йорке Руслана стала встречаться с 32-летним Марком Каминским, продавцом элитных автомобилей. Нью-Йорк — город большой, но в русскоязычных кругах все друг друга приблизительно знают. Тёмная личность. Говорят о Каминском те, кто соприкасался с ним на тусовках. Ездил на дорогой машине, квартира у него была на Манхэттене, худой, странноватый, взгляд какой-то мутный, будто под кайфом всё время. Тем не менее, женщин он умел очаровывать, причём красивых. В общем, в объятиях Марка Руслана Коршунова нашла своё женское утешение. Именно с ним она собиралась поехать в Пенсильванию, чтобы отпраздновать своё американское совершеннолетие, 21-й день рождения, и попробовать, наконец-то, пиво. Только с 21-го года, как известно, в Америке можно покупать алкоголь. Но за 4 дня до этого события, 28 июня 2008 года, мёртвую Руслану нашли на проезжей части, недалеко от её дома. Как предполагается причина смерти самоубийства, она спрыгнула со строящегося дома рядом со своей квартирой, расположенной на 9-м этаже. Признаков борьбы не выявлено. В крови и моче нет алкоголя или наркотиков. Записки не оставила, говорилось в сообщении полиции. В Нью-Йорке похожие происшествия случаются чуть ли не ежедневно. Как говорится, «Big City Life» — самый надёжный способ покончить с собой в таком городе, как Нью-Йорк, это прыгнуть с высоты. Но квартира Русланы находилась на 9-м этаже, а по нью-йоркским меркам это почти что на земле. Близкие Русланы не согласны с тем, что она могла покончить с собой. Не такой у неё характер. Они твёрдо уверены, что Руслану убили. Возможно, если бы американская полиция более тщательно взялась бы за расследование этого дела, что-нибудь бы да и прояснилось. Против версии самоубийства говорит месторасположение тела Русланы. В некоторых источниках это 8,5 метров от её дома, в других — 14 метров. В любом случае это далеко. Похоже, что тело Русланы переносили перед тем, как его погрузили в полицейскую машину. Это видно на фотографиях. На одной девушка лежит примерно там, где находится светофор, а на другой светофор уже находится далеко от балкона Русланы. Некоторые считают, что полицейские специально перенесли тело ближе к дому, чтобы самоубийство не вызывало сомнений. Мол, девушка иностранка, зачем возиться с расследованием? Американские полицейские должны в первую очередь работать якобы для своих граждан, для своих налогоплательщиков. Хотя где сказано, что Руслана не платила налоги? Впрочем, тело могли просто забрать с проезжей части для того, чтобы не мешать движению, ведь жизнь-то продолжается. Вообще, травмы Русланы очень похожи на те, которые обычно получает человек, попавший под машину. Впрочем, такие же травмы могут быть и от падения с высоты. Говорят, что если бы девушка упала с девятого этажа, она бы разбилась в лепёшку. А тем не менее, лицо Русланы не пострадало, её хоронили в открытом гробу. Может, это действительно машина сбила на полной скорости и поехала дальше, но ведь дело происходило среди бела дня в центре Нью-Йорка, где полно людей и автомобилей. На асфальте осталась вмятина от падения тела. Прохожие слышали громкий звук удара. Мёртвая Руслана лежала в луже крови, на ней была маечка, джинсы, в кармане джинсов ключи, которые почему-то не подходили к дверям её квартиры. Но самое главное, у Русланы не было волос. Ну, точнее, они были, но они были, что называется, обкромсаны, как-то очень неаккуратно обрезаны, словно оборваны. На это сразу обратил внимание консьерж её дома, который хорошо знал девушку. Она лежала там, показывает он на дорогу, такая маленькая, такая худенькая, окружённая толпой. Её волосы, они стали намного короче. Казалось, что их обрезали в спешке, так как концы были неровными. Американская пресса и полиция отмечают, что фасад дома, в котором жила Коршунова, красили как раз в тот момент, и на стене была натянута сетка, и эта сетка была разрезана. Разрезана. И одна из версий полиции такая, что, возможно, девушка пыталась избавиться от неприглядного вида в окне, решила убрать сетку с балкона и при этом нечаянно упала вниз. Но смущает, что под балконом Русланы расположен козырёк, и если бы Руслана выпала с балкона, то должна была бы упасть на козырёк. После этого полиция стала утверждать, что Руслана могла перелезть на стройку в соседнем здании и прыгнуть со стройки. Но примечательно то, что босые ступни Русланы были чистые. Если бы она перелезала с балкона на стройку и прыгала бы уже со стройки, то наверняка бы испачкала ноги. Но и самое главное, чтобы отлететь на такое расстояние, нужен разгон. А где его взять? Балкон маленький. Было и предположение, что Руслана падала не со своего этажа, а с крыши, но тогда бы она точно разбилась бы в дребезге. В квартире Коршуновой нашли острый нож. Скорее всего, это им была разрезана строительная сетка. И вполне может быть, что именно с помощью этого же ножа отрезаны волосы. Вопрос только, где они? Где эти самые длинные волосы в Нью-Йорке? В унитаз их не спустишь, по ветру не развеешь. Куда они делись? Где можно было их спрятать? Вечер накануне своей смерти Руслана провела с бывшим бойфрендом Артёмом Перченком. Она была у него дома, в гостях, и они смотрели фильм «Привидение» с Деми Мур. Артём привёз её домой около пяти утра, и в её день рождения, как утверждает Перченок, они собирались отправиться в Атлантик-Сити. Интересно, почему? Ведь Руслана, как мы помним, в тот момент уже встречалась с Марком Каминским. Именно с Марком Каминским она собралась отмечать свой день рождения в Пенсильвании, пиво себе купить первый раз в жизни легально. Но Марк, оказывается, встречался, кроме Русланы, с ещё одной девушкой. Не моделью, но тоже очень эффектной и красивой. И незадолго до гибели Русланы, как оказалось, эта девушка побывала у него дома, у них был интимный контакт, и Руслана об этом узнала. Ей было плохо. Возможно, она поехала к Артёму залезать рано, успокоиться. Артём её принял тепло, и его родители тоже рады были её видеть. А Марк позвонил ей на следующий день, вызвал на разговор. Она пошла. А когда вернулась, случилось то, что случилось. Казалось бы, вот одна из версий убийства — ревность. Марк мог прерывновать Руслану, что она провела время с Артёмом, хотя сам он не хранил лебединую верность своей девушке. Но это слишком простое объяснение. Если взглянуть глубже, то всё намного сложнее. Как такая хорошая девочка, как Руслана, связалась с таким, мягко говоря, не очень хорошим мужчиной, как Марк? В 2001 году суд запретил Каминскому приближаться к дому своей бывшей жены. В 2003 и 2005 годах у него были аресты за хранение без лицензии холодного оружия и марихуаны. А ещё говорят, что Марк Каминский — это сутенёр, который сводил красивых девушек с Петром Листерманом. Причём делал это творчески. Сначала входил с ними в близкие отношения, а потом плавненько передавал Петру. Тот, в свою очередь, за деньги поставлял их богатым клиентам, причём за очень большие деньги. Если кто не знает, Листерман, он же очкарик, он же дядя Петя, знаменит своим «брачным» агентством для олигархов и моделей. Кстати, Пётр был лично знаком с Русланой и даже утверждает, что собирался купить экранизацию книги и дать ей главную роль. А ещё он хотел написать с ней совместный роман об изнанке модельного бизнеса. Но Руслана, конечно же, подтвердить этого уже не может. О чём они разговаривали с Марком в последний день её жизни, конечно же, мы не узнаем. Сам Марк утверждает, что они просто договаривались пойти куда-то на пати. А что было в действительности, возможно, он действительно как-то на неё давил, чтобы она согласилась оказать какие-то услуги состоятельному господину, клиенту Листермана. Не знаю. Да и никто не знает. Скорее всего, они поссорились. Руслана была возмущена, что ею торгуют, а Марк тем, что из-под носа уходят большие деньги. Возможно, он был настолько возмущён, что решил её убить. Или после разговора с Марком внутри у Русланы что-то сломалось, что-то лопнуло, как струна, и она решила убить себя сама. Мама же Русланы, Валентина, уверена, что к гибели дочери причастно модельное агентство. Я так и не получила ни копейки из тех огромных сумм, которые заработала моя дочь. Все деньги забрал через суд её агент. Вместе со своими адвокатами жаловалась Валентина. По её мнению, красавицу модель могли убрать, чтобы не выплачивать деньги. Те самые полмиллиона долларов, которые Руслана пыталась отсудить. Однако журналисты из американской газеты Daily News сделали официальные запросы в суд. И выяснилось, что ни сама Руслана, ни её представители ни разу не подавали никаких исков против модельного агентства. А Владимир Воробьёв, это тот, который поцелуя под дождём, работник центра «Роза мира», рассказывал, что Руслана позвонила ему в последний день. И это действительно подтверждается. Был такой звонок от неё на его номер. И он говорил, что она очень сильно жаловалась, что ей плохо. Впрочем, в последнее время, утверждает Владимир, она очень часто жаловалась на плохое настроение. Перед тем, как попрощаться, она сказала Владимиру, «Даже если меня не будет, обо мне будет говорить весь мир». А уж не Роза ли мира приблизила гибель девушки? Вокруг этой сомнительной организации стали копать журналисты. Сначала её деятельность разоблачал Питер Померанцев, а потом корреспондентка новой газеты Елена Костюченко. Елена сделала вид, что пришла в Розу мира как клиентка, чтобы научиться уверенности в себе и поменять жизнь к лучшему. О своих приключениях в Центре развития Личности она написала большую эмоциональную статью, суть которой сводится к тому, что вместо личностного роста она заработала депрессию и потеряла деньги. Да, занятия там были не из дешёвых. Трёхдневный курс стоил 700 долларов, но это только базовый курс. Были ещё продвинутые программы лидеров и так далее. Почему я говорю «были»? Потому что Центр Роза мира прекратил своё существование после того, как очередная участница покончила жизнь самоубийством. Девушку звали Анастасия Дроздова. Она тоже выбросилась из окна спустя год после Русланы. На тренинге, кстати, в Розу мира она ходила вместе с Русланой. А перед этим покончила с собой Татьяна Легиза. Возможно, были ещё и другие случаи. Друзья Русланы говорят о ней разное, причём совершенно противоположное. Она ни в коем случае не могла уйти добровольно из жизни, говорят одни. Руслана часто меняла настроение, жила в состоянии творческой истерики и можно допустить, что она могла, поддавшись настроению, совершить этот ужасный шаг. Она не любила вечеринки, говорят одни. Она посещала лучшие вечеринки Нью-Йорка, говорят другие. Ездила на частный остров Джеффри Эпштейна. Ей нравилось жить в Нью-Йорке. Да нет, она терпеть не могла Нью-Йорк. Она панически боялась высоты. Руслана мечтала прыгнуть с парашютом. Стало быть, не боялась. Потому что у неё не было просто близких друзей, которые знали её настоящую. Первый профессиональный фотограф Русланы Борис Брюль говорил, что её было очень легко фотографировать, потому что на неё можно было примерить любой образ. Из неё можно вылепить было всё, что угодно. И именно поэтому, наверное, и ускользала её собственная индивидуальность. Какая же это индивидуальность, в конце концов? И опять мне на помощь приходит Ирина Ткачёва. Вот её профессиональный комментарий по поводу Русланы Коршуновой. «Характер творческий, с налётом идеалистичности, мечты и фантазии, влюблённость в недостижимое и придуманное, очень слабая адаптация вдали от дома, высокая чувствительность и низкая самооценка, склонность к поступкам на эмоциях, страх остаться одной, боязнь не справиться с чем-то в одиночку и при этом постоянное ощущение, что под ногами нет опоры. В отношениях с людьми скачки и крайности от дикой симпатии к внезапным разрывам. Вкусы и пристрастия менялись резко и неожиданно. Работа модели — это, конечно, совсем не её. Жизнь свою она должна была связать с детьми, животными или природой, где можно заботиться, быть «мамой», в кавычках, а не пребывать в вечном конкурировании и самодемонстрации. Ей бы быть женой и хозяйкой при обеспеченном муже, и они бы шли по жизни, держась за руки, защищая и опекая свою семью. В последние месяцы жизни Руслана проживала очень какой-то нервный период, хотелось свободы и перемен, сопротивляемость обстоятельствам была какая-то супер пониженная. Руслана была склонна к каким-то таким непредсказуемым поступкам, она жила какими-то порывами. Она королева только тогда, когда идёт 15 минут по подиуму на показе известного моделира. Всё остальное — утомительная рутина, в том числе стоять час в одной позе во время фотосъёмки, говорит Владимир Широков, модный фотограф. На Западе профессия модели стала престижной и высокооплачиваемой в то время, когда в повседневную жизнь вошли глянцевые журналы. В начале 90-х Линда Евангелиста в интервью журналу Vogue сказала о себе и о своих коллегах «Мы не встаём с постели меньше, чем за 10 тысяч долларов в день». В 1991 году Кристи Тарлингтон подписала контракт на 800 тысяч долларов за 12 дней работы. А вскоре Клаудия Шифер заработала 12 миллионов за год. Но так было 30 лет назад. Всё меняется в нашем динамичном мире. Профессия модели сильно помолодела и подешевела. Оторванные от дома родители, друзей в чужой стране, в незнакомой обстановке. Эти юные девушки находятся в полной зависимости от своих работодателей. И не все, к сожалению, справляются. Тяжело одной в огромном чужом городе, пусть это даже самый крутой город мира. Да и работа модели нелёгкая, несмотря на красивую картинку. В суицидологии существует такое понятие «синдром Мартина-Идена». Это самоубийство на пике, на вершине успеха. Когда человек достиг всего, задаёт себе вопрос «А что дальше? Что дальше? Куда расти? Что делать?» И не находит ответа. Возможно, именно большой успех в таком юном возрасте мог стать причиной трагической гибели Русланы. Вообще у одиночества много лиц. У Русланы были сотни знакомых, но надо понимать, что есть друзья формальные и неформальные. Можно долго соревноваться, у кого больше человек на страничке в соцсетях. Но сколько этих человек с этой странички знают вас хорошо? При всей своей известности Руслана Коршунова всё же не была топ-моделью. Она была востребованной моделью, да, но всё же не моделью номер один, номер один. Не была она и номер один в сердце Марка Каминского, как оказалось. И кто его знает, может быть, на фоне этой депрессии, подаренной ей в центре личностного роста Роза Мира. И после тяжёлого разговора с предателем Марком, Руслана хватает этот острый нож, кромсает свои драгоценные волосы, потом осознаёт, что она сделала, и режет ножом сетку, и прыгает с балкона. Вот только два вопроса. Как она долетела до разделительной полосы, вопреки всем законам аэродинамики? И второй, опять же, где волосы? Куда она их делала? Неужели она их обрезала раньше и спрятала где-то вне дома? А может, их в качестве трофея забрал какой-то сумасшедший поклонник, маньяк, который проник в её квартиру и решил с ней расправиться? Если так, то кто он и где он? Красавицу Руслану похоронили в Москве на Хованском кладбище. Молодых незамужних девушек принято провожать в свадебном наряде, но на Руслану надели платье чёрное, одно из её любимых. Она лежала в гробу в чёрном, без волос и была совсем не похожа на райскую птицу из рекламы духов Нинаричи. Ну вообще я женщина настойчивая. Я нашла духи Русланы в интернете и во вторник мне привёз их курьер. Вот они. И перед тем, как их получить, я почитала отзывы о них в интернете, на форумах, отзывы пользователей и отзывы об этих духах такие же противоречивые, как и о самой Руслане. Некоторые пишут в таких пышных выражениях запах звенящий, сияющий, другие наоборот говорят, что духи похожи на прокисший йогурт. В общем, я их попробовала и могу сказать, что запах довольно, на мой взгляд, бесхарактерный, какой-то такой плоский, что ли, ну вот нет, нет ничего такого, ради чего вот взбираться с разбегу на гору этих блестящих красных яблок. Нет ничего такого, чтобы вот вот это вот. А ведь сколько подготовки нужно, чтобы сделать эти 20 секунд рекламы. Дизайнеры изобретали форму флакона, крышечку, режиссеры придумывали идею ролика, подбирали музыку, собирали реквизит, готовили интерьер, выставляли свет, чтобы каждое отдельное маленькое яблочко блестело, просто чтобы люди захотели купить круглую бутылочку с жидкостью, которая пахнет то ли детским шампунем, то ли компотиком, то ли йогуртом. Сама Руслана показалась мне гораздо более интересной, чем товар, который она рекламировала. И вот если проследить всю её короткую жизнь, сколько времени, сколько сил потрачено, а потрачено на то, что того не стоит. Несколько тысяч раз переодеться, несколько тысяч раз накрасить лицо, прошагать километры по подиумам Парижа, Милана и Нью-Йорка, чтобы получить вот именно что. Руслана не хотела оставаться в Америке в двухкомнатном апартаменте, который она сняла на Манхэттене и оплатила на год вперёд, она не обжилась. Вещи так и стояли в коробках, нераспакованные. Да, бывает так, ты оказываешься там, где хотят быть многие, и вдруг понимаешь, что всё это тебе не нужно. Не всем красавицам необходимо иметь массу поклонников. Возможно, именно Руслане нужен был всего лишь один, который надел бы ей дрожащими руками на золотую свадьбу серьги в вялые мочки под аплодисменты детей и внуков. И не аксиома, что каждая модель мечтает об апартаментах в центре мира. Похоже, Руслане нужен был просто какой-то другой дом. Она насобирала деньги на квартиру в Москве, но так и не успела её купить. А духи от Нины Ричи будут стоять у меня на полочке в память о воздушной, красивой девочке с необыкновенными волосами. Запах у них такой какой-то короткий и горьковатый в конце. Не знаю, случайно или нет, если вы заметили, Алма-Ата — это название, которое переводится как «отец яблок». И Нью-Йорк тоже называют «большим яблоком». И вот между этими двумя городами и жила когда-то нежная фея, которая держала в руках вот такую вот бутылочку в форме яблока. Большое спасибо, что посмотрели. Как всегда, хочу поблагодарить Ирину Ткачёву за профессиональный комментарий. Хочу также сказать большое спасибо одной из зрительниц, пожелавшей остаться анонимной, за большое, умное и полезное письмо, которое позволило мне шире взглянуть на обсуждаемую историю. Вообще хочу сказать спасибо вам за то, что вы мне пишете, подсказываете темы для подкастов. Мне это очень важно и приятно. Меня не будет в ближайшие пару недель. Сами понимаете, лето, время встреч, но впереди очень много историй и нам с вами ещё очень многое следует разобрать. Будьте осторожны, разбирайтесь в людях. Ладошкой махать сегодня не буду, потому что мне сделали замечание, сказали, что вот этот жест не подходит настроению подкастов, слово «зритель» для меня закон, так что вот так просто. Всего вам доброго и до новых встреч!